Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В результате ЦСК ВВС умудрился упустить фору в три шайбы и вырвал победу только в серии послематчевых буллитов 4-3. Героями дуэли 1 на 1 стали Павел Антипов и голкипер Егор Оселедец. Мы очень плохо начали, ребята вышли скованные. Потом при счете 0-3 немножечко очухались, выровняли игру, проявили характер. По булитам проиграли. Я хочу ответить вратаря, соперника, который против нас всегда играет очень удачно. Вторая игра домашней серии с лидером регулярного чемпионата ВХЛ Ростовом началась для военных летчиков не в их пользу. После первого периода они горели 1-2. Однако во втором забили дважды и вырвались вперед. 3-2. Оставалось только закрепить результат еще одной заброшенной шайбы. Но спортивный снаряд предательски не залетал в ворота соперника. У нас была задача выиграть матч и подняться на 5-е место. Все бились, видно было. Все ловили на себя шайбу, все оборонялись. Пытались забрать 3 очка, чтобы подняться на 5-е место. Не получилось, к сожалению. Лидер высшей лиги Ростов первостепенную задачу выполнил, сравняв счет. Это произошло в третьем периоде за полторы минуты до финальной сирены. А вот испытывать судьбу второй вечер подряд гости не захотели и не стали доводить игру до послематчевых буллитов. Исход поединка на последних пяти секундах встречи решила шайба Василия Шутова. Волевая победа Ростова 4-3. Турнир продолжается, мы в плей-офф. Идет подготовка. Я считаю, что каждая игра проигранная, тем более в такой борьбе, она должна научить. И очень бы хотелось с Ростовом встретиться в финале. Будем делать все для этого. И затем там исправить то, что мы сегодня не могли реализовать. Победителем регулярного чемпионата ВХЛ стал Ростов. ЦСКА ВВС занял 6-е место и теперь в плей-офф военные летчики встретятся со Славутичем. Первые матчи четверть финала розыгрыша Кубка Федерации пройдут в ближайшие выходные в Смоленске. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.